Люди, кому сегодня будет интересно узнать то, чем мы здесь занимаемся в городе Тамбове и в других городах Черноземья. И что представляет наша компания и какие возможности она дает для людей. И вначале я хотел бы сказать о том, что компания делает очень много подарков для людей, которые с ней сотрудничают. Поэтому недавно у нас прошла акция, которая называлась «Очки призы Ибица». Что это такое, я сейчас расскажу. Дело в том, что у нас для молодежи сделана очень интересная возможность такая, которая… Вот, Young Generation, это получается в компании C.L. Parfume есть такое движение, называется Young Generation, это молодежное движение людям, кому до 30 лет. Но в этом году было до 35 лет, сейчас компания сделала до 30 лет. Люди, которые участвуют в программе Young Generation, они получали очки, очки за проделанную работу. И за эти очки компания давала подарки, давала подарки. И подарки были разные. Подарки были от флешки, начинаем, MP3-плееры, планшетники, ноутбуки, нетбуки. И главный приз был в июле месяце поездка на Ибицу. И это действительно было потрясающе, когда 15 человек поехало отдыхать на Ибицу. Люди, которые сделали больше усилий, чем другие. И мы недавно вручали очень много подарков. И в город Тамбов мы тоже привезли подарок, который называется MP3-плеер. И мы вручаем сейчас человека, который проделал здесь с нами вместе работу. Это Коровцова Татьяна. Давайте ее поздравим. Вручаем вашу компанию. Поздравляю за проделанную работу. В следующем году можешь участвовать именно в номинации на Ибицу. Обязательно. Потому что, девушки, проходите, посмотрите, что у нас интересное. Поздравляем тебе MP3-плеер от компании. Спонсоры, наставники Татьяны получили, кстати, подарки. Это Аня получила у нас планшетный компьютер. А Александр получил ноутбук. То есть ноутбук. И, конечно, подарки классные. А, в принципе, усилия, которые может проделать каждый молодой человек, то есть молодая девушка, может проделать усилий немного для того, чтобы получить эти подарки. Или путевку на Ибицу. Ну, а дело в том, что просто мы с Татьяной возглавляем проект этого молодежного движения. И просто я немножко раньше начал возглавлять этот проект. И компания меня взяла с собой вместе с молодежью на Ибицу, где мы отдыхали, наслаждались всем интересным на Ибице. Это долго рассказывать. Лучше смотреть фотографии и наслаждаться. И хотеть туда поехать. Кто по техническим причинам, как говорится, не подходит до 30 лет на Ибицу поехать, то он может пригласить в свой бизнес или в свою компанию, пригласить, ну, в компанию Сейл Парфюм, пригласить молодежь и дать им возможность поехать. И если молодежь ваша едет на Ибицу, значит, соответственно, ваш товарооборот в компании увеличился. А если увеличился товарооборот, то вы начали зарабатывать, значит, уже хорошие деньги. Вот. Поэтому у нас все есть для того, чтобы люди действительно здесь получали, во-первых, наслаждение, во-вторых, деньги, в-третьих, признание, в-четвертых, отдых, путешествие и так далее. Вот. Но я сейчас не буду забегать вперед. Сейчас мы немножко расскажем то, чем мы занимаемся, в каком направлении мы двигаемся. Я хотел бы сюда пригласить вот на нашу такую инфровизированную сцену первого человека, который будет рассказывать о нашем, вот именно о нашей компании Сейл Парфюм. Это человек, который достиг определенной квалификации уже в компании, вот, квалификации советника второго ранга. Это Светлана Орлова, моя супруга. Расскажет вам. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Орлов Светлана. Мне 37 с небольшим хвостиком лет. Как вы поняли, по техническим причинам я уже не вхожу в молодежное движение. Но, тем не менее, компания, с которой мы сотрудничаем, это компания Сейл Парфюм, она дает очень много всего интересного. Какую-то часть я уже взяла для себя, какую-то планирую взять. И сегодня я хотела начать историю о том, как все вообще началось. Родилась я 37 лет назад, это все понятно. И жила я так по накатанному пути, что школа, какое-то там заведение, это как у всех. Могу сказать, что по этому пути меня вели родители. Потому что, когда я окончила школу, стал вопрос, куда пойти дальше учиться. И получилось так, что моя мама, она медработник, и она сказала, вот знаешь, можно идти по моим стопам, надо пойти учиться в медучилище, его закончить, и дальше мы там что-нибудь придумаем. Потому что устроиться на работу куда-то сложно, везде нужны какие-то свои связи. Я на тот момент, я была абсолютно все равно, на кого пойти учиться, чем заниматься, потому что мне не нравилось ничего, на самом деле. Просто в тот момент я не знала, что есть такое очень классное занятие сетевым маркетингом. И я не слышала вообще о таких даже двухслов сетевым маркетингом. И поэтому думала, ну, раз мама мне предложила медучилище, я пойду туда. Потом также мама меня устроила на работу. После медучилища я работала в больнице, я считала, сколько людей болели, каким количеством заболеваний. Ну, в общем, работала с бумагами, и это было не так весело и интересно. И в какой-то момент я поняла, что меня стала не устраивать ситуация, с которой я столкнулась на работе. Меня, ну, ладно, коротко, мы скажем, что меня это стало не устраивать. Я начала, как бы, искать другие пути. Я ушла в отпуск как раз, и в тот момент начала думать о том, что чем бы мне заняться, потому что больше работать на своей работе я не хотела. Ну, вселенная так устроена, наверное, что когда посылаешь вверх запрос, то получаешь ответ на свой вопрос. И одним прекрасным днем я шла со своим ребенком по улице, и стоит молодой человек, приятно одетый, я до сих пор помню, что он такой в белой рубашке, гладкая жара, но еще с галстуком. И он говорит, девушка, скажите, вот вас устраивает финансовое положение? Вроде бы простой вопрос, но который, как бы, вот задел меня до глубины души. И я сказала, конечно, нет. Вот это вот все, как бы, буря, которая во мне зрела, она взорвалась и выплеснулась наверх. Он говорит, знаете, мы сейчас расширяем свою фирму, приходите к нам, вот вы сможете завтра, и вот это была как раз пятница, или в понедельник тогда приходите. Как-то получилось так, что в пятницу я в реке не смогла, думаю, ну, ладно, наверное, уже отбор какой-то в пятницу основной прошел, в понедельник, наверное, уже будут добирать, но я на тот момент была уверена в своих силах, и думаю, я вот приду, меня все равно возьмут, я вот должна там работать в этой фирме. И еще у меня такой комплекс, я не могла, я вот даже не люблю до сих пор, не люблю ходить, я одна по магазинам, где-то вот в одиночестве вообще не могу находиться. Когда я думаю, что я приду сейчас в какую-то новую фирму, я там никого не знаю, вот это меня немножко напрягало. И я так подумала, что ладно, тот молодой человек, который меня остановил и пригласил, он уже почти мой знакомый, я знаю, как его зовут, он знает, как меня зовут, вот хотя бы один знакомый человек у меня уже есть. И пошла в понедельник, пришла и оказывается в компанию сетевого маркетинга, я потом поняла. И на тот момент, как раз на том собеседовании, когда Сергей меня его проводил, и вот этот молодой человек в галстуке, который меня пригласил, это был человек предыдущий выступающий, то есть мой муж на сегодняшний момент, он пригласил меня в бизнес и показал мне, что такое сетевой маркетинг. Многие люди не знают до конца, что это такое, хотя каждый день большинство людей занимает сетевым маркетингом. Причем они занимаются им бесплатно, им за это не платят. И есть такой даже анекдот, что когда вот трех мужчин пригласили, ну как-то их собрали вместе, завязали им глаза и подвели к слону. Один обхватил ногу и говорит, ой, наверное, это какая-то колонна. Второй почувствовал на ощупь хобот у слона и говорит, ой, это, наверное, пожарная машина, вот этот вот шланг от пожарной машины. Третий мужчина оказался как-то сзади слона, нащупал хвостик, дернул, и на него свалилась куча дерьма. Из песни слова не выкинешь, так что все, что есть, то есть. И многие люди, они не знают, что такое сетевой маркетинг. Они с завязанными глазами подходят к этому вот непонятному сетевому маркетингу, и кто-то видит какую-то одну часть, кто-то другую, кто-то вообще заходит не в ту компанию, дергает за хвостик и получает кучу дерьма, и думает, что это сетевой маркетинг, попадая в разные другие компании. И сегодня на нашей встрече мы как раз хотели вам объяснить, как правильно выбрать компанию, хотели бы как бы осознанно сказать, почему мы приняли выбор работать именно в Сейл Парфюм. Потому что в ту компанию, в какую пригласил меня Сергей, это не была. Компания Сейл Парфюм, это была совершенно другая компания. И сегодня, когда я уже узнала, проанализировала рынок, который представляет сетевой маркетинг, я осознанно пришла съесть Парфюм. Сергей тоже пришел сюда, и сегодня вот большинство людей из нашей команды, они все знают, что такое сетевой маркетинг не понаслышке. У них была первая ассоциация с сетевой маркетингом, первая компания, о которой они узнали, что так и что, это такой сетевой маркетинг. И вторая компания Сейл Парфюм, в которую каждый из нас пришел осознанно. А теперь хотела бы вам рассказать, что же вообще такое сетевой маркетинг. Я про него так много говорю, что это за слон такой непонятный. Давайте мы немножко порисуем сейчас. Смотрите, всегда есть какая-то компания, которая производит товар. На сегодняшний момент будет я такой компанией Сейл. Сейл Парфюм, которая производит товар. Что происходит? Я же говорила о том, что большинство людей занимаются нашим бизнесом. Это наш человек пришел. И вот, заменяя слова, потому что не следующим людям опасно говорить такие слова. Нужно рассказать, что это такое. И вот этот вот человек, это вы. И каждый из присутствующих может себя представить на этом месте. Смотрите, вы пользуетесь продукцией Сейл. Также мы, например, пришли куда же? Мы пришли в какое-то кофе. Мы пришли в кинотеатр. Мы пришли куда угодно. Мы используем то, что дает вот эта вот компания. На сегодняшний момент, если мы говорим о Сейл, мы, допустим, используем или парфюмерию, или декоративную косметику, или профессиональное средство по уходу, заделанное за волосами, крема. То есть много, большой ассортимент, что нам предлагает Сейл. И представим, на месте Сейл, допустим, был бы там, ну, какой-нибудь ресторан. Вы пришли в ресторан, и представляете, вам дают меню за скидку. И говорят, 35% скидки на пользование наше меню. Это было бы классно, классно. Вот компания Сейл тоже предлагает скидку 35% на использование всей гаммы продукции, которая есть, которая будет, потому что, как мы заметили, ассортимент все время пополняется. И сейчас, кстати, после Турции мы ждем еще одну волну новой декоративной косметики. Очень интересной, очень меня волнующей. Смотрите, как происходит. Как устроили у нас люди? Мы попушили в каком-то ресторане. Мы увидели, что там хорошее питание и хорошая скидка. И мы, естественно, рассказываем своим знакомым, вот я нарисую стрелочки, напишу здесь слово «инфоиде». От нас исходит информация. То есть мы же не можем продавать меню в ресторане, мы не можем продавать билетики в кино. Мы просто говорим в свое отношение, что мы сходили в какой-то кинотеатр, посмотрели фильм. Вот вчера я смотрела фильм «Медальон», мне очень понравилось, кстати, рекомендую. Вот я сейчас вам порекомендовала, вы завтра пойдете или скачаете это, в интернете посмотрите, или зайдете в кинотеатр, но вы воспользуетесь. Если вы пойдете в кинотеатр, то вот эти вот люди, такие вот тоже довольные, которые говорят, ой, как классно, я тоже хочу пойти в этот ресторан, экономить все. И они, по моей рекомендации, получается, идут в этот ресторан, в магазин, в сейл-парфюм. И они, используя скидку 35%, также пользуются продукцией. Они очень довольны, им классно и здорово. У компании создается товарооборот, если от каждого человека, пусть это скидка, но он же приносит остальные деньги. И за то, что вы послужили рекламой, а не компания воспользовалась там какими-то, я не знаю, Данимур или кем-нибудь еще, чтобы сказать о том, как классно кушать в этом ресторане или пользоваться парфюмерией, обычно у нас человек верит кому? Вот если мы, например, идем в магазин за чаем, и стоит целая такая вот витрина чая, всего всякого разного. Вот Виктору сейчас предложили, какой, вот зеленый такой или зеленый такой, он уже начал колебаться, какой же мне выбрать? А представляете, 100 сортов чая. Человек понимает, что он видел в рекламе, там, первую полку, допустим, всего чая, но вот его знакомый говорил, что вот есть такой вот чай, ну, в принципе, не дорогой, но очень классный, мне понравился. И он купит по рекомендации своего знакомого чая. Я права? Да. Так оно и бывает. И здесь то же самое домино, мы понимаем, что ей платят деньги за то, чтобы она что-то рекламировала, и так же любая звезда. А когда ваш знакомый сказал, я там была, ты сходи, тебе понравится, это уже совсем другое. И за то, что вы просто от души говорили своему знакомому, компания часть денег вот этих платит вам. Самое интересное, что не надо повещать весь город Тамбов, весь город Липецк, весь город Мичуринск об этом, потому что у вас есть ваши знакомые, у ваших знакомых есть свои знакомые, которые также будут говорить о том, что им очень понравилось кушать в ресторане, пользоваться парфюмом или что-либо еще. Они имеют скидку 35%, и ты можешь туда пойти. Наши знакомые рассказали своим знакомым. Эти знакомые опять же создали товарооборот, пошли вот сюда вот себе парфюм. Вот этому человеку по идее должны заплатить, правильно? Он же рассказывал. Ему компания тоже платит, естественно, за информацию, которая шла от него. Но самое интересное, что мне нравится, что компания платит и вам. Потому что вот эти люди узнали благодаря вам, потому что вы начали вот это дело. И вот так вот это будет у каждого человека. И когда мне, ну как бы схематично показал, я помню, Сергей на первом, о том, что как это происходит, вы, допустим, приглашаете 5 человек, и тебя приглашают 25, 125, 625, 1125. Это классный цифр, подумала я. Если вот это количество людей, понятно, что это будет не через месяц, не через два, но через какой-то период времени это же будет, люди же пользуются тем, что мы предлагаем. И если каждый человек будет ходить раз в месяц, заканчивается у него тушь, помада, шампунь, все что угодно, он приходит и, приобретая здесь, с каждой покупки, получается, на мой счет, капает вот такая вот денежка. Пусть она маленькая, пусть с каждой тамошной шампуньки мне дарится, хотела сказать. Мне попадает, ну, возьмем даже один процент, но это очень классно, потому что на тот момент, когда я сплю, а в Магадане кто-то покупает шампунь, я сплю и зарабатываю деньги. Когда это происходит, вот вообще вот так вот по всей стране, меня это очень впечатляет, и мне это нравится. Заключив когда-то соглашение такое вот, ну, то есть, человек приобретает дисконтную карту, находится мне в 35%, один раз заключая вот эту вот сделку, вы получаете деньги всегда. И вот эта вот система сетевого маркетинга меня очень привлекает. И, ну, я думаю, вам тоже у нас сейчас понравилось. Самое интересное, вы сейчас можете в нем сразить и сказать, что да, все так классно, все просто, в принципе, мы ничего не теряем, мы пользуемся скидкой хорошей, качественной продукции. Почему же тогда пишут объявление, что сетевой маркетинг интимный, надо предлагать? Почему вот это какие-то вывески, что представителям сетевого маркетинга мы здесь совсем не рады, не надо к нам приходить? Ну, потому что люди, во-первых, не знают, что такое слово, не подходят к нему с закрытыми глазами и обнимают его то за ногу, то за хобот. И еще всегда все новое, оно имеет как бы три стадии наработки, получается так. Вот помните время, когда пришли к нам компьютеры? Это было не так давно, я думаю, все помнят. Сначала мы полтора считали на калькуляторах, до этого до калькуляторов были счеты, и когда пришли компьютеры, их боялись. На самом деле их боялись, их говорили, нет, ни за что, а вдруг все пропадет, а вдруг я там нажму какую-то кнопку, и все вот это вот рухнет. Но, тем не менее, сначала был страх, а потом было какое-то отторжение такое. То есть сегодня что мы видим? Что сегодня все приняли эту ситуацию. Что сегодня, вот мы перед этим поговорили, что дети 6-7-летние, они уже в планшетниках разбираются, ну, как я не знаю, как в игрушке Барби. Кстати, то, что касается куклы Барби, когда разработчики Барби принесли ее на производство, на фабричное, и сказали, что вот макет вот такой вот куклы. Ей не сказали, кто же будет играть с вашей куклой. Были в то время такие круглые пупсы, и других кукол не было. Все играли в пупсиков, никаких Барби таких, ну, как бы уже секси-гел, таких не было. И говорили, что нет, ваша Барби, она никуда не пойдет, никакой девочке не захочет с ней играть. Ну, какой девочке сегодня нет куклы Барби? Потом придумали продолжение, придумали кены и все остальное. Сегодня это есть. Самое интересное, когда группа Битл приходила записывать свои песни, им говорили, вы не так поете, это вот все не так. Таких вот случаев из истории можно набрать очень много. Когда появились автомобили, которые были с крышей, закрыты, люди боялись с них ездить, потому что думали, что они задохнутся, и не хватит воздуха. Поэтому сетевой маркетинг, он на такой волне, когда уже многие знают, что это такое, и начинают присматриваться в момент страха прошел. Сетевой маркетинг – это не эксперимент, это то, что кому уже больше 60 лет. И, в принципе, в сетевом маркетинге много таких компаний, которые работают именно по такой системе, но есть какие-то нюансы. С какой продукцией работать? Какая система оплаты ваших действий? И об этом сейчас вам расскажет человек, почему именно СИЭ, почему эту компанию он выбрал, кстати, потому что, конечно, он пришел из другой сетевой компании. Я не буду надолго съедать его время, я хочу пригласить сюда директора нашей компании, Игоря Маликова, чтобы он рассказал, почему он выбрал СИЭ, чем его это впечатлило, вдохновило, почему он здесь. Спасибо. Клава очень прекрасно рассказала нам основы сетевого бизнеса, в принципе, очень доходчиво. Здорово. Я бы, например, если бы услышал это, сразу бы не задумываясь присоединился. Хорошо, что ты уже знаешь. На самом деле, я познакомился с этой системой тоже очень давно, в 90-х годах, где-то в 95-96, когда собирали кинотеатры, компания Ерболая была, первая у нас «Ласточка», да? И, значит, меня тоже заинтересовала эта система, ну, как бы на то время был, во-первых, очень, значит, большой вход в эту систему, да? И, во-вторых, как бы еще, ну, тоже с опаской относился к этому ко всему, вот, как-то попытался, то есть я уже даже не регистрировался, но я попытался уже какую-то сетевую работу проделать. На работе, вот где я работал, на Валетский и Медовьевский комбинат, я работал электромонтером, вот, прошел очень большой путь, то есть от простого работника до мастера, до роз, то есть окончив институт, стал мастером, вот, но опять же, вот, меня очень заинтересовала эта система, и, то есть развиваясь в этой системе, я в конце концов присоединился к сетевому маркетингу, то есть я заключил договор с компанией Аввей, вот, это был 2008 год, вот, и, то есть год отдав этому бизнесу, то есть дополнительно своей работе, я, как бы, делал работу сетевого бизнеса, вот, то есть я не увидел результатов, которых хотел достичь, которым стремился, которые обещали мне вышестоящие спонсоры, да, которые говорили, вот, все у тебя пойдет, все там будет развить, то есть обороты будут расти, да, то есть за год, за год никаких изменений не произошло, и, да, хорошая фирма, но, к сожалению, 2008 год, это, я считаю, очень поздновато, когда серьезно начать заниматься бизнесом, вот, ну ладно, это позже, может быть, у нас будет освещено более подробно, да, вот, поэтому, как бы, я увидел перспективу в компании «Сель Парфюм», я изучил очень много маркетинг-планов, вот, все это проанализировал, просчитали, все это мы совместно, вот, ну, с людьми, которые, вот, действительно, понимают в этом толк, очень большие профессионалы в этом во всем, вот, и, значит, я пришел к выводу, что действительно это то, чем нужно заниматься, действительно, это та компания, где есть перспективы, где есть будущее, где есть развитие, где есть очень стремительный рост, вот, благодаря маркетинг-плану, благодаря продукции, благодаря таким спонсорам, вышестоящим наставникам, с которыми мы работаем, вот, то есть, значит, что это за компания, вот, такая интересная, вот, значит, президент компании, это Елена Вадимовна Соколова, вот, она, значит, работала до, ну, в 90-х годах она уже занимала очень большой пост в банковском бизнесе, да, то есть, она была руководителем отдела по работе с ценными бумагами, вот, и в 96-м году она попала во Францию, ну, в отпуске отдыхала там во Франции, значит, и попала на презентацию, то есть, как раз в это время проходила презентация аромата от Шанель Алюр, вот, то есть, все улицы пахли вот этим ароматом, то есть, везде брызгали его, наносили там всем людям, знакомили, всем буквально даже, прям, что-то, это, мыли тротуары с использованием этого аромата, вот, представляете, то есть, Париж просто, праздник был в Париже, Париж был ухал, в Париже все радостные, счастливые ходили, вот, и ей захотелось воссоздать это все у нас, в России, то есть, она подумала, почему бы и нет, почему бы наши женщины не могут пользоваться тоже такими прекрасными ароматами, не могут, которые помогают раскрыть свою индивидуальность, вот, то есть, и вот такая идея у нее зародилась, вот, и в 98-м году, когда вот произошел вот этот кризис, да, черный понедельник пришел, значит, экономика сильно пошатнулась российская, то есть, банковский бизнес тоже, как бы, притормозилось развитие, вот, она поняла, что в ближайшее будущее, значит, развитие здесь, в этом банковском бизнесе не жди, вот, в связи с этим кризисом, вот, и все-таки она здесь, как раз в это время принимает решение открыть свой бизнес и начать заниматься своим собственным бизнесом, то есть, она уходит с работы, которая ей давала все, и деньги, и личный водитель был у нее, и, значит, различные поездки, путешествия, все, то есть, она получала все в этом банковском бизнесе, но она решила вот заняться своим бизнесом, то есть, она ушла из банка и открывает свою, значит, деятельность такую, значит, то есть, ей очень нравилось работать с парфюмами, ей очень нравилась эта продукция, и вот она начала работать с ней, значит, в 2002 году, значит, она выходит, ну, связи налаживает с международной компанией АЭФФ, это корпорация, которая занимает лидирующее место, значит, она делит первые-вторые места, значит, по своим рейтингам в мире, вот, и, значит, это корпорация, которая поставляет нам в Россию вот парфюмерные композиции, которые Елена Вадимовна заказывала у них, вот, и, значит, они нам поставляли парфюмерные композиции, здесь у нас производился, значит, вторая часть, значит, производства парфюма, то есть, первая часть, это производство парфюмерных композиций, всего несколько компаний существует в мире, которые делают очень качественные парфюмерные композиции, высококлассные такие, высококлассные, то есть, там используется натуральное сырье, там используются новейшие технологии, вот, значит, мы сотрудничаем с четырьмя из них, это АФФ, США, представительство во Франции, значит, Ферминиш, это Швейцария, вот, они делят первые и вторые места, вот, с этими, две компании между собой делят, вот, и, также, Такосага, Япония, представительство тоже во Франции, и Оржевель, это Франция, вот, то есть, вот, эти четыре корпорации, которые, вот, поставляют нам вот эти парфюмерные композиции для производства нашего парфюма, вот, то есть, вторая часть производства происходит уже в России, то есть, здесь происходит разбавление, значит, ну, доведение концентрации для определенного уровня, вот, и разлив по флакончикам, распособка, вот, то есть, спирт наш, российский используется, высококачественный, высококлассный такой, из натурального сырья, из пищевого, вот, и, значит, вот, происходит вот такое. Так, дальше, значит, тем самым, Россия, значит, стала производить с 2002 года философии ароматов, философии известных ароматов во всем мире, вот, потому что выйти на рынок со своими ароматами было очень проблематично, потому что компания, естественно, никто не знает, это неизвестно, то есть, а эти ароматы, они, как бы, у всех на слуху, всех, и все их знают, поэтому мы начинаем делать философию ароматов. А чем философия, а версия отличается? Вот, а версия, вот, то есть, аромат делится на три таких подгруппы, то есть, есть оригиналы ароматов, да, то есть, которые разработаны парафюмерами, значит, для каких-то модных домов, вот. А есть версии, версии, то есть, это, как бы, такого кустарного производства, то есть, неизвестно, где произведено, то есть, продается, как бы, может быть, в переходах, там, где-то на рынках, может быть, еще где-то, то есть, ну, такая продукция сомнительного качества, вот, там и качество сырья не должно... Ну, можно, да, так сравнить, да. Смогло бы, ну, более качественное, чем... Ну, если качественное, да, я же... Могло бы, да, философия ароматов. Конечно, подойти к этому вопросу. Вот, и есть философия ароматов, то есть, философия ароматов, это, когда известные парфюмеры, не участвующие в разработке данного парфюма, вот, на свой вкус, на свой, как бы, восприятие этого аромата, меняют его. То есть, они есть несколько, вот, ну, то есть, их небольшое множество, ну, где-то около 200 всего в мире таких профессионалов парфюмеров, которые могут разложить ароматы на составляющие. То есть, он просто слушает аромат и уже говорит, что в него входит. Вот, это великие профессионалы, на самом деле, это дано очень немногим людям такое качество. Вот, они очень ценятся, большие деньги, естественно, зарабатывают за свой труд, за свой, значит, вот это, профессионализм, за свое умение. Вот, и таких профессионалов может содержать только корпорация, которая занимается большими объемами производства парфюмерного сырья. То есть, их тоже немного в мире, вот, как раз с которыми мы сотрудничаем. Ну, есть, да, синтетические вещества, вообще, около 3000 натуральных ароматов и гораздо больше, конечно, уже синтетических появляется ароматических веществ. Это же космические задания, кстати, так что мы работаем. Айфер, первая компания, которая использует в разработке ароматов, вот, космические даже исследования в области космоса, тоже там какие-то разработки ведутся ароматом. Вот, это вообще, ну, новейшие технологии используются. А вот у нас в том, что есть город Мечулинск, знаете, такое? Да, вот, строители города Мечулинска, у нас лидеры из Мечулинска. Они, знаешь, вот, котенок в Тубинках, там, появился, космонавт, у нас уже нет ничего, ни концерн, ни у нас завода, ни спирт завода. Хорошо. Все течет, что изменяется. Ну, ладно, давайте по теме. Вот, то есть, эти концерны, они в состоянии держать у себя в штате вот этих известных парфюмеров. То есть, известные парфюмеры, они создают философию ароматов, то есть, известных ароматов, они на свой вкус, значит, меняют что-то в аромате, там буквально несколько, может быть, каких-то нот меняют. То есть, аромат, он, в принципе, всеми узнаваемый, вот, и только профессионал может отличить его от оригинала. Вот, поэтому, тем самым, создается вот такая вот философия аромата. Вот, потом, значит, мы сейчас работаем в классе middle и middle art. То есть, как можно разделить ароматы по классификации, привести ароматы. Вот, то есть, есть класс масс-маркет. То есть, это самый низший уровень, самый низший класс, потому что здесь используется недорогое сырье, то есть, и там, и стекло, и картон, все, то есть, такого, ну, как бы, дешевое, все используется, низкокачественное, да. Вот, далее идет middle. Middle. Вот, и, как бы, под разряд, вот, класса middle идет middle art. То есть, это middle art, это уже переход, переход к классу люкс. В классе middle art используется сырье класса люкс. Такое же сырье используется, класса люкс. Высококачественное. Вот. Далее есть нишевая парфюмерия. То есть, люкс очень широко рекламируется в средствах массовой информации, печали, там, вот. Нишевая категория ароматов, это ароматы, которые не рекламируются, которые используют для себя. Для, значит, звезды создают в основном такие ароматы, то есть, они, как бы, ну, ну, это так сказать. Ну, главный все так звезды. Да, то есть, развлекаясь так. Платили за такой аромат. Какую сумму? Да. Там огромные суммы, то есть, тысячи... Тысячи долларов. Да, да, да. Тысячи долларов, вы больше там... Вот. Дорогие очень. Там и бриллиантами, значит, флакончики, значит, отделывают, да, и золотом, то есть, изгаляются, как могут. Вот. То есть, мы работаем в классе middle. Почему именно в классе middle? Вот. Middle, middle up. Middle up. Вот. Потому что мы используем класс люкс сырье, но нам только 10 лет. То есть, 10 лет мы на рынке. Вот. Поэтому класс люкс может компания занимать, которая уже более 20 лет на рынке существует. Поэтому как бы путь наш в класс люкс через 10 лет, то есть, мы автоматически оказываемся в классе люкс. То есть, уже у нас будет уровень Chanel, Dior, Versace, ну и так далее. То есть, известных брендов. Вот. То есть, наша цель, значит, приобрести известность, чтобы быть у всех на слуху, чтобы все пользовались нашей продукцией. Вот и все. В принципе, очень легко и просто. вот. Так, далее, значит. А, почему мы работаем, значит, с такой продукцией? Почему? Дело в том, что продукция, чтобы имела спрос, чтобы имела большие обороты, да, компания, да, она должна работать вообще, во-первых, с продукцией, которая нужна всем. То есть, мужчинам, женщинам, там, всем подросткам. То есть, вот. Соответственно, у нас такая продукция. Вот. она должна быстро заканчиваться. То есть, люди должны постоянно ее менять, покупать, вот, что-то еще новое приобретать. Вот. То есть, то же самое. мы здесь находимся. Вот. Далее, значит, продукция должна быть конкурентоспособная по цене. То есть, доступная по цене для людей. И лучше, конечно, чтобы была цена ниже, чем у конкурентов. Вот. Естественно. Вот. мы конкурируем. Ну, мы конкурируем с, я думаю, что у нас конкуренты L'Etoile, Revgoge, там, допустим, Duty Free. Вот. То есть, вот это наши конкуренты. Ну, или же компании, такие как вот, Chanel, Dior, Versace, да? Вот. То есть, вот это наши конкуренты. Вот. Потому что работаем с такими конкурентами. Да, в таком же классе, как и вот эти вот производители и, значит, эти компании, да, заказчики. Так, 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 что я не сказал? Все, все, все. Ну, какие еще классы, мы уже говорили, у нас есть. Как с этой чудесной продукцией можно зарабатывать деньги? А. Так, значит, ну, это не я, по-моему, значит, передавать. Вот. То есть, хочу передать слово профессионалу в области сетевого бизнеса, профессионалу в области и по продукции очень большие знания. Вот. Человек, который может научить, человек, который может передать свои знания, человек, который может мотивировать, может, значит, сделать так, что человек просто становится успешным благодаря работе вместе с, значит, с этим человеком. Вот. Поэтому представляю вам советника второго ранга Сергея Орлова, руководителя молодежного движения, компании и очень успешного предпринимателя. Молодец. Спасибо. Спасибо. Виктор, сейчас мы с вами поговорим о плане вознаграждения. Вот. Я постараюсь побыстрее немножко рассказывать. Ну, предварительно, я хотел бы все-таки перед тем, как я начну рассказывать о плане вознаграждения компании CL Parfume. Я хотел бы рассказать в двух словах свою историю. Вот. Потому что наш бизнес это бизнес истории и, в принципе, я родился в семье военнослужащих. Вот. Мой отец был военнослужащим, мама была, как бы, с ним всегда рядом. И отец ездил в разные города, в разные страны, куда нам приходилось вместе с ним путешествовать. Вот. И мама находила там себе какую-то подработку. Вот. И когда последней дислокацией была Карелия, Петрозавод, где я начал ходить в школу, вот, на тот момент, как бы, я понимал, что моя семья не богатая. За счет этого нужно уже в 12 лет я уже задумался о том, что мне нужны деньги, свободные деньги, которые я хотел бы тратить на себя. Я стал находить себе возможность заработка какого-то. Вот. Я торговал квасом, я торговал мороженым, то есть, я скупал на оптовых базах мороженое, которое привозились в больших курах. Вот. Его продавал. Я потом скупал запчасти от мотоциклов и их продавал. Потом я скупал мотоциклы и их продавал. То есть, я находил возможность разные пути заработка уже с 12 лет. В 16 лет я уже торговал мотоциклами, в 18 лет я ушел в армию, пришел из армии, и, конечно, увидел, что люди, которые заняли ниши бизнеса, они действительно были потрясающие, у них был какой-то свой бизнес, у меня не было возможности открыть свой бизнес, не было ни начального стартового капитала, ничего-то еще, но я понял, что нужно где-то искать возможность все равно. И на тот момент, в 94-м году, очень большой поток к нам шел сюда из Китая, разных направлений, костюмов, игрушек и всего остального, тогда начали только завозить китайский вот этот шерпотреб, как говорится, дешевый масс-маркет, о чем говорил Виктор, потому что в одежде тоже есть у нас масс-маркет, и я поехал на китайскую границу, это был город Чита, я оттуда набрал кучу всяких разных китайского вот этого шерпотреба, и перевозил его в Карелию, в Петрозаводск, за 6 суток, может, так сказать, и его начал продавать активно. Цены, конечно, взвинчивались баснословных процентов, это было и 100, и 200, и 300 процентов накруток, конечно, были хорошие доходы, а вот, но этот бизнес был недолгим, потому что челночники начали активно возить товары, и когда заполонили город, и постепенно стали возить товары польские, турецкие, и таким образом китайский шерпотреб постепенно вытеснили из рынка. Понимаете, что хорошая продукция часто бывает так, что вытесняет некачественный товар. Это к чему мы говорим? О том, что та продукция, с которой мы работаем в классе middle, middle up, то есть она постепенно будет вытеснять некачественный продукт, который сегодня заполонил города в области косметики и парфюмерии. Это так, на будущее. Вот, следующий момент, конечно, вот эта, как бы, система меня не устраивала, вот этих вот челночного, вот этого направления, я пошел, нашел нормальную себе работу, как мне мама учила, то, что я должен работать, как все. я устраивался в пожарную охрану, вот, входил в систему, она входила на тот момент в систему МВД, все было здорово и классно, потому что я сутки отработал, второй суток отдыхал, плюс куча льгот, плюс возможность выйти раньше на пенсию, потому что там северный год за полтора и так далее. То есть в этой системе я работал, но меня что-то не удовлетворяло. Не удовлетворяло то, что я не мог с этой системой работать по найму, быть богатым, успешным, счастливым, как некоторые люди, но не в моем окружении. То есть в моем окружении не было богатых людей, в моем окружении были такие же люди, как и я. То есть я общался с такими же, как и я. И на тот момент я познакомился как раз с людьми, которые занимались сетевым бизнесом, сетевым маркетингом, как его называли. Я ничего, никакого представления не знал об этом, но мне стало это интересно. Мне сказали, найди пять человек, которые пригласят также какие-то других людей и у тебя начнется развиваться бизнес. Я сказал, да, конечно, у меня много друзей, я сейчас их приглашу, и они придут, и я стану богатым человеком. Таким образом, в течение нескольких месяцев я пригласил всех своих знакомых, и они все мне сказали, нет, мне это не интересно, нет, я подумаю, это не для меня. То есть таким образом я понимал, то есть то ли я дурак, то ли они не понимают что-то. То есть вот, я стал разбираться, но на тот момент я понимал, что я начал уже общаться с очень интересными людьми. Мне эти люди стали нравиться, тем, что у них другое мышление было по сравнению с моими друзьями, и у них был именно рост карьерный, у них был рост личностного роста, и у них была система бизнеса. И изучая этот бизнес несколько лет, то есть я как бы понял, что мне нужно принимать решение, либо я начинаю заниматься этим бизнесом серьезно, либо я все-таки остаюсь на своей работе и дополнительно играюсь в бизнес. И я принял решение в 2000 году уволиться с работы и начать заниматься этим бизнесом серьезно. И на тот момент группа, можно так сказать, команда уже так называемая, команда людей, которые зарабатывали больше 1000 долларов, поехали в город Липецк. И я подумал, а почему бы мне с ними не поехать? Все-таки, знаете, люди, которые принимают решения, они всегда достигают этого, если они быстро принимают решения. Я принял очень быстрое решение уволиться с работы и уехать в город Липецк, который я даже не знал, где находится на карте. на тот момент, потому что команда туда ехала, не потому что я захотел, а потому что люди, которые поехали с сетевым бизнесом развивать Липецк, ну, по каким-то своим расчетам, они там, может, ткнули пальцем в карту и сказали, поедем в Липецк. Ну, если честно, если честно, да, он входил в десятку загрязненных городов России, поэтому был выбран либо Липецк, либо Воронеж. Нет, это был не Сиэль, это была другая компания, которая работала с биодобавками, компания работала со здоровьем. И мы приехали в город Липецк, и именно благодаря команде успешных людей мой доход через год уже превышал больше тысячи долларов. И меня это как бы радовало, но не устраивало. То есть меня это радовало, но не устраивало. Почему? Потому что я понимал, что если команда успешных людей, которые зарабатывают тысячу долларов, они не могут дать мне толчок зарабатывать больше, потому что если они сами не смогли это сделать, то они не могут сделать этого. Тогда я начал искать себе другую команду, я начал подыскивать людей, которые благодаря сетевому маркетингу стали богатыми и успешными, потому что сегодня у нас есть в России очень много людей, которые стали богатыми, именно люди, которые достигли своего, допустим, одного миллиона долларов благодаря сетевому маркетингу. Я подумал, что мне нужно общаться теперь с такими людьми, чтобы зарабатывать больше. Я начал общаться с такими людьми. Я начал с ними общаться, и с ними вместе я поехал развивать другие города. Это был город Ярославль, это был город Екатеринбург, это была Турция, куда я съездил поработать. И я там стал зарабатывать деньги. Почему уехал в Турцию из России? Потому что на тот момент рынок биодобавок очень сильно прессовала фармацевтическая промышленность негативным отношением к добавкам. И в России было нерезонно делать этот бизнес. И до сих пор фирмы с биодобавками не могут раскрутиться, потому что идет большой негатив по отношению к биодобавкам. Поэтому я понял, приехав из Турции, я понял, либо этот бизнес надо делать с биодобавками за границей, потому что там люди нормально относятся, либо оставаться в России, но уже не с этим бизнесом. И тогда на тот момент Света как раз начала заниматься сейл-профюмом, играючи, пользуясь продукцией, рассказывал своим подругам, которые, в отличие от моих друзей, которые не пришли в бизнес делать биодобавок, у нее 90% подруг начали пользоваться сейл-профюм, потому что им это понравилось. И тогда я наблюдал, я наблюдал несколько лет, как происходит бизнес сейл-профюм. Я видел, что происходит. Люди, которые приходили, начинали пользоваться, они, даже если не делали бизнес, то они становились потребителями, довольными потребителями в соотношении цены и качества продукции. И тогда я подключился к развитию этого бизнеса. На тот момент как раз вот Аня и Саша тогда подключились к этому бизнесу. И мы командой начали раскручивать бизнес. И наш наставник, если говорить, спонсор разных компаний, кого по-разному называют, он благодаря нашим усилиям совместным, команде нашей, он этот наставник раскрутил склад свыше 1 миллиона рублей в месяц. Хотя за 8 лет она не могла создать больше 250 тысяч. Мы смогли командой сделать такой прорыв, как именно свыше миллиона рублей в месяц за буквально 6-7 месяцев. Да, сколько прошло. И мы начали развивать регионы. Наш бизнес начал подключать разные регионы. И сегодня у нас идет активная работа во многих регионах Черноземья. И уже вышел туда на север. Вот у Виктора появились там склады на севере. Ну, то есть сейчас идет процесс раскрутки фирмы. И, конечно, мы благодарны именно то, что CL Parfume все-таки наконец-таки начал в Черноземье очень активно раскручиваться. И нам сейчас нужны, конечно, сильные лидеры, которые будут вместе с нами раскручивать этот бизнес. Но давайте поговорим, что же нужно сделать для того, чтобы начать бизнес. У нас есть два входа в бизнес. Два входа в бизнес, как мы его называем, именно когда человек уже входит именно в бизнес. Это люкс. Люкс. Можете себе записать. Люкс. Это когда человек покупает вот такой пенал. Вот такой мы подел здесь ничего. Пенал в районе где-то двух с половиной тысяч рублей. Там две сто, две двести. Ну, если полный пенал, где-то он, наверное, около двух с половиной. То есть около. Около двух с половиной тысяч рублей. То есть в него входит 65 базовых ароматов. Это философия аромата, который запатентовала компания Ciel Parfume. И, конечно, наши эксклюзивные ароматы, которых нет ни у кого. Ароматы, которые у нас сегодня насчитываются, около 80. Да, сколько у нас ароматов? Вот. 60. Больше 100. А, около больше 100. Ну, вот видите, как быстро у нас пополняется количество ароматов. Вот. Зачем нужна эта папка и какова ее ценность? Она дает возможность какую? Давайте с вами поговорим. Любой человек, который начинает, допустим, свою деятельность, это возьмем художник. Художник, что ему нужно? Ему нужны кисти. Ему нужны, что еще? Краски. Ну, и так далее. Человек, да, человек, который ученый, что ему нужно? Ему нужны книги, ему нужны лаборатории и так далее. Если человек программист, что ему надо? Программисту. Компьютер, программное обеспечение. И так далее. Интернет оплачивает. То есть, инвестиции по-любому у каждого человека, который начинает с какой-то деятельности. То же самое и у нас. Но в кроссумерной отрасли, получается, человеку нужно не только рассказывать или на картинках показывать, что у нас есть, но еще и нужно давать этот аромат послушать. Аромат послушать, чтобы человек мог понять именно качество этого аромата. Запах его свежий, сладкий и так далее. Поэтому, конечно, пенал, он в первую очередь нужен для людей, чтобы человек начал свою отрасль парфюмерную. Давайте поговорим, большая ли это сумма. И вспомним, как часто было так, что мы идем в кафе и, допустим, тратим эту сумму денег, отмечая какой-то праздник. Или, допустим, человек покупал ли обувь дороже, чем эта сумма. Как часто. Бывали случаи, когда люди теряли по своей невнимательности или по какой-то, ну, бывало, глупости, теряли такую сумму денег. И люди не становились ни богаче, ни беднее от этой суммы. Но какая польза дается именно в сейл парфюме? Во-первых, это выгода. Выгода, которая дается именно на скидку 35%. Во-вторых, это, конечно, большой плюс в том, что человек сразу же может вернуть вложенные деньги. Потому что большое количество пробников позволит вам найти людей, которые купят 5 флакончиков. 5 флакончиков, которые, соответственно, стоимость флаконов в 2-3 раза дешевле, чем в таких импортных магазинах, как Литуалия, Гош и так далее. Как вы думаете, вот, хотел бы к вам обратиться. В течение какого времени можно найти клиентов, вот, которые бы купили 5 флакончиков, будь это 5 клиентов по одному флакончику, а может кто-то 2 купил бы, 3-4 клиента. Как вы думаете, как можно быстро найти вот таких клиентов благодаря вот такому пеналу? Сколько времени понадобится? 1-2 дня. Несколько дней. Несколько часов, может. Несколько часов. Ну, зависит от человека. Все зависит, конечно, от нас. Нет, ну, нанося аромат, человек обязательно, если ему понравится, он захочет этот аромат. Вот эта сумма возвращается в течение... Уже не воспринимается. Как? После, если вот 5 ароматов попробуешь, потом уже... Нет, я вам могу сказать, у нас есть, у нас есть, у нас есть ароматы, которые называются, как это называется, тренд сезона и хит, хит продаж. У нас есть ароматы, которые даже 2-3 вы наносите человеку, не надо 5 наносить. 2-3 нанесите человеку, и ему обязательно один аромат понравится, и он захочет у вас заказать. Поэтому возвращение вот этой вложенной суммы, она буквально, пусть даже не несколько дней, если человек не профессионал, за неделю, за 2 недели человек возвращает эти вложенные деньги. Вот. Что дальше происходит? Дальше происходит следующий момент. То есть, люди, которые нашли, допустим, вернули свои вложенные деньги, есть второй вход в бизнес. Кстати, на самом деле, это все зависит от вас, от вашей, то есть, вот этой деятельности, которую вы будете проводить. Следующий момент, это люди, которые вошли в вход в ВИП. ВИП-вход. ВИП-вход. Это человек, который сделал немножко больше, потому что 5 эксклюзивных флаконов, это, кстати, уже 100 баллов. Этот человек, по-любому, уже у него получился ВИП-вход. ВИП-вход, когда человек сделал 100 баллов. Что ему это дает? Во-первых, он уже участвует не только в продаже продукции, он участвует в маркетинг-плане, но с этого момента он тоже участвует в маркетинг-плане. Но, сделав 100 баллов, он уже получает от компании 3% вознаграждения, которые ему платят именно со 100 баллов. Начиная со 100 баллов. Следующий момент. Так как у нас накопительный маркетинг-план, это тоже один из важных моментов. Накопительная система маркетинг-плана позволяет вам накапливать баллы, накапливать баллы и получать процент все больше и больше. Вот это, кстати, в отличие от многих компаний, преимущество серии парфюма. Потому что у многих компаний маркетинг-план обнуляющийся. И мы знаем такие крупные компании, как Airflame, допустим, Raven, Amway, Mary Kay. У них маркетинг-планы обнуляющие. То есть в течение месяца прошел, и все цифры, все баллы обнулились, и человек начал заново. Здесь же получается, маркетинг-план накопительный дает возможность накапливать баллы. Следующий момент, что дает именно развитие CL Parfume, это международный бизнес. Международный бизнес. Дело в том, что очень много фирм, которые к нам пришли из-за границы в Россию, проделав уже большое количество открытых стран. Это бывают страны, которые открыты 30-40 стран. Бывают компании, которые открывают 50-100 стран. Это значит, в тех странах уже, соответственно, активно работает компания. И когда я приехал в Турцию, например, по прошлой компании делать бизнес, конечно, крупные компании, такие как Airflame, Amway и другие компании, они уже активно работали в Турции. И если бы я, как сетевик, приехал бы с компанией Amway или Airflame делать бизнес в Турцию, мне бы сказали, парень, ты уже опоздал, у нас здесь все отлично развивается, все классно. Значит, развитие международного бизнеса в Турции и других странах для меня было бы уже не плюсом, потому что там уже компания работает. А когда компания открывает страны, и компания еще не открыла много стран, то есть у нас возможность, зарабатывая деньги в России, ваш бизнес может развиваться в других странах с вами или без вас. Потому что ваши люди, которые заключат контракт с вами сегодня, завтра, через месяц, у них есть возможность поехать самим или подключить своих знакомых в той стране, когда компания только-только открылась там. Вот в этом преимущество с Airflame, потому что когда компания только открывается в той стране, то это плюс, что у вас там может появиться бизнес. Если компания уже там работает давно, то международного бизнеса сделать, ну, может быть, одного-двух человек подписать можно, но построить сотни и тысячные организации, это будет невозможно. Вот. Следующий момент, опять же, вот эта вот VIP-система, 100 баллов, когда человек делает в первый месяц, дает возможность попасть на определенную школу, можно ее назвать школа VIP или школа для людей, которые делают 100 баллов. Специальные школы для того, чтобы человек развивался быстрее бизнес. Следующий момент, что дает? Дает именно хороший подарок. Человек сделал 100 баллов, он получает вот такой вот подарочек, можно я возьму. Вот такой подарок, он получает 24 миллилитра духи, аркансиэль называется, вот можно ее посмотреть, 24 миллилитра человек получает в подарок. Вот. Вот этот подарок человек получает за 100 баллов. Следующий момент, это если человек делает 100 баллов, если человек делает 100 баллов, то это обязательно пример. Потому что те люди, которые будут приходить, они будут смотреть на вас. А сделали ли вы то, что если вы не купили ни папку пенал, не сделали 100 баллов, конечно, ваши люди тоже самое сделают, они этого не купят. Вот. Следующий момент, это наличие продукции. Если вы просто купили продукции на 100 баллов, наличие продукции, то у вас есть товар. Вам не надо будет каждый раз ездить, допустим, сюда на склад, хотя сюда с удовольствием, я думаю, многие из вас пригласили бы своих знакомых, показали бы витерину и так далее. Но если у вас есть продукция, вы уже можете среди своих близких людей уже им раздать продукцию и показать их. То есть преимуществ очень много в вип-системе, вот, поэтому ваше решение будет, какую сумму вы будете вкладывать. Вот. Понятно, да? Теперь следующий момент, еще, кстати, можете себе записать, что личный объем, личный объем, который делают люди, личный объем, поехал. Личный объем для того, чтобы раскручивать бизнес, во многих компаниях он следующий. Около 5 или 10 тысяч рублей. Вот. Допустим, в компании iFlame это 150 баллов. В компании Vision, где я был, это 10 тысяч рублей в месяц надо было покупать. Здесь же получается 40 баллов, это 2-3 флакончика или, соответственно, 1600-2000 рублей. Да? Где-то так. Это сумма, которая на самом деле не заставляет человека заниматься продажами. Это сумма, которая действительно позволяет человеку строить бизнес и приглашать людей, потребителей в этот бизнес. Это сумма, которую человек может использовать для себя в качестве помыться, в качестве побрызгать ароматы, в качестве декоративной косметики и так далее. Вот. Следующий момент. В нашем бизнес-плане нет ограничения дохода. Давайте с вами поговорим. Ступенчатые маркетинг-планы сегодня самые выгодные и очень много компаний работают по ступенчатым маркетинг-планам. И получается так, что человек, выполнив 100 баллов, либо сам, либо со своими знакомыми, неважно, то есть как он выполнит этот 100 баллов, неважно там, сколько людей у него будут в организации. Вот эти 100 баллов, это получается накопительные в течение 1-2 месяцев, можно делать хоть 5-10 месяцев. Вы выходите на 3%. Вот то, о чем мы говорили. Но чаще всего, сделав лично сам 100 баллов, человек выходит сразу на 3%. Потом в дальнейшем баллы у него начинают накапливаться. Количество людей не ограничено ни в первом, ни во втором, ни в десятом поколении, которые приходят, накапливается еще 400 баллов, в итоге в сумме выходит 500 баллов. И вы становитесь уже в квалификации какой? 6% вы становитесь ведущий консультант. Вот. Следующая квалификация, которая поднимает вас на 10% это уже квалификация. Менеджер. Менеджер, квалификация, когда вы делаете 2000 баллов. Ведущий менеджер, это когда вы делаете 15%, вы выходите на 15% и делаете 5000 баллов. 5000 баллов это НГО, накопительный групповой объем. Вот. И когда вы выходите на 20%, это накапливается у вас 10 тысяч баллов. 10 тысяч баллов накопительно, но 2 месяца, 2 месяца вам надо будет делать по 2500 баллов. Группой. 2 месяца. Вот это называется ранг директора. Вот это называется ранг директора. И я знаю много людей, которые делают этот ранг в течение других компаниях. Давайте говорить про другие компании. Встречаясь с людьми, они делают за 3-4-5 лет в своем бизнесе, достигают ранга директора. Не говоря о том, чтобы под ними появился человек в квалификации директора. Вышел на 20-21%, у кого разные проценты. Сель-парфюм у нас сегодня есть люди, которые делают это за 5-6 месяцев. 5-6 месяцев в среднем, то есть человек достигает ранга директора. Но даже если за год он достигает ранга директора, накопив 10 тысяч баллов, он выходит на этот ранг и, соответственно, он становится лидером своей организации, в которой насчитывается порядком где-то 70-100 человек. 70-100 человек не вами лично приглашенных, а вместе с вами работали ваши люди, и вы становитесь директором. Вот это большой плюс, что за 5-6 месяцев люди достигают этого ранга. И когда компания видит о том, что есть люди, которые за 5-6 месяцев делают квалификацию, компания идет на следующий момент. Она говорит, а давайте ставить постоянно олимпийские рекорды, да, как говорится. Если есть люди, которые достигают за 5 месяцев ранга директора, то обязательно, как вы знаете, в любой олимпиаде постоянно новый мировой рекорд или новый олимпийский рекорд. И компания говорит, давайте сделаем что-нибудь для людей, которые сделают за 4 месяца. Как вы думаете, если есть люди за 5 месяцев, будут люди за 4 месяца директора? Конечно, они появятся. Они появятся и самое интересное, на протяжении уже где-то 6-7 месяцев, как компания объявила этот промоушен, уже появились люди, которые сделали за 4 месяца директора. Допустим, в нашей организации пока еще нет такого человека, но он обязательно появится, и компания ему делает большой подарок. Во-первых, директора, зарабатывая 15-20 тысяч рублей, допустим, при правильном построении организации, человек еще может получать, кстати, директора может получать и больше, если у него пока нет людей, которые также стали директором. Так вот, человек, который закрывает за 4 месяца директора, допустим, кто участвовал летом, включился в эту программу и сейчас закрывает директора, он едет, знаете куда? В январе едет в Таиланд отдыхать. В Таиланд бесплатно за счет компании. Те люди, которые сейчас новички, которых вы будете приглашать, допустим, не важно, какой у человека возраст, не важно, какой у него пол, и он закрывает за 4 месяца директора, допустим, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Сейчас как раз праздничные месяца начинаются, и человек, делая 10 тысяч баллов товарооборот группой, он бесплатно с компанией, с лидерами компании, едет в Бразилию, где много диких обезьян. Классная страна, кто бы хотел поехать в Бразилию? Конечно, многие. Вот кто работает в компании уже давно, они не могут выполнить вот это условие. Но новичок сегодня, придя в компанию, может выполнить это условие. Кто заключил контракт в сентябре или в октябре, он может поехать в Таиланд, если успеть за 4 месяца сделать директора, сначала с регистрацией. Кто сейчас заключает? Это для октябрьских, октябрь, ноябрь, неважно, когда придет человек. Представляете? Поехать в Бразилию, где коронавал, где сказочная страна, где много-много всего интересного. И для новичков это, я считаю, для новичков, я считаю, это вообще просто замечательный подарок. Я сейчас всем людям об этом рассказываю. И у нас есть люди, которые хотят поехать. У нас есть люди, кто, наверное, скорее всего, поедет в Таиланд, не будут забегать вперед, но сегодня уже есть такие люди. И это большой плюс в том, что в компании идет стремительный рост. Сегодня в компании идет стремительный рост, потому что людям нужна эта продукция, людям нравится эта продукция. И в ближайшее время, конечно, многие люди могут стать, во-первых, акционером компании. В 2023 году компания полностью акционируется и будет ООО. Да, правильно так? ООО. ООО, да, ООО. Вот, акционерное будет общество, и каждый человек может стать совладельцем компании, иметь акции компании и, как бы сказать, получать дивиденды с акций. Вот. Следующий момент, что контракт любой компании сетевой, конечно, передается по наследству, и это большой плюс. Вот. Давайте я с вами в двух словах поговорю о том, что если человек за 4 месяца, за 5, за 6, за год закрывает ранг директора, ранг директора, что у него происходит? У него происходит следующая картина. Те люди, которые автоматически становитесь советником второго ранга, и из его группы тоже получаете 5%. Таким образом, у вас может становиться 3 директора, вы советник третьего ранга, 4 директора, и вы советник четвертого ранга. Если у вас появилось еще директор, то вы становитесь верховным советником, если у вас еще один директор, вы становитесь премьер-советником, и 7 директоров, 7 директоров дает вам возможность иметь высшую квалификацию в компании, это советник президента. Советник президента. Но давайте не будем забегать высоко, давайте с вами посчитаем деньги человека, который является советником четвертого ранга. Потому что, вот здесь мы нарисуем 4 директора у вас, представляете, у вас появляются 4 директора, и вы стали советником четвертого ранга. Кстати, те люди, которые у вас будут появляться директора глубже, компания тоже выплачивает 4 процента с этого директора, группу с его, с этого директора выплачивает 4 процента, с этого директора 4 процента, с этого 3, 3 и 2. То есть, в зависимости от вашей квалификации, вы получаете все глубже и глубже процент. Многие компании перестают платить иногда после вот этого уровня. Некоторые компании еще выплачивают со второго, с третьего, с четвертого, но маленький процент. Обратите внимание, иногда компании выплачивают 1 процент или 0,5 процентов, это маленький процент, там в 4, в 8, в 16 раз меньше. Давайте посчитаем, если, допустим, у вас 4 директора, у нас вот за 2 года появилось 3 директора в первом поколении. Вот. Сейчас, как бы, нам нужно еще одного директора, и, допустим, в глубине у нас здесь тоже есть директора. Что получается, что получает человек-советник четвертого ранга? Давайте я вам прочитаю. Во-первых, товарооборот чаще всего у человека, который является советником, у него порядка 5-10 тысяч баллов в группе. Но давайте возьмем с вами, что у него, допустим, количество баллов, ну, 3,5. 3,5 тысяч баллов. У каждого директора. 3,5 тысяч. 3,5 тысячи баллов, допустим, у человека, у которого, вот, директора. А, да, еще хотел сказать, что очень важный момент, что советник четвертого ранга, это человек обязательно, который участвует в автомобильной программе. То есть, вот, например, в следующем году, закрывая советника четвертого ранга, мы хотим от компании взять бесплатно автомобиль для себя, Toyota Camry, который, то есть, за определенный товарооборот компания нам подает бесплатно. Вот. Поэтому, как бы, стремиться нужно для того, чтобы открыть советника четвертого ранга и участвовать в автомобильной программе. Вот. Директор, который у вас есть, 4 директора, давайте с вами умножим, сколько это получается. 14 тысяч баллов, правильно? 14 тысяч баллов мы умножаем на 36 рублей, потому что курс компании 36 рублей на выплату, и мы получаем сколько? 700 уе, да? 700 уе, или в деньгах, сколько это получается? У меня подсказочка есть. 25-200. Потом просто проверите мне. 25-200. 25-200, это с 4 директоров вашего первого поколения. И еще у вас 3 директора, получается, вы получаете до четвертого поколения, вы выбираете, так как вы советник четвертого ранга, вы выбираете вот с этих директоров, и тогда мы 3 директора, 3-500, умножая на 3 директора, получаем сколько? 10 с половиной, да? 10 с половиной, 10-500 баллов, умножаем на 36, и получаем сколько? 420 уе. В сумме это выходит 15-120. И смотрите, что получается. Ваш суммарный доход, 25 и 15, получается сколько? 40-320. 40-320 рублей. Получается, ваша пенсия, которую вы можете получать, пожизненно делая квалификацию. Но это мы посчитали по минимуму, у директора, 3 с половиной тысяч баллов. На самом деле, вот я говорю, у нас сейчас, в нашей сейчас группе, порядком 10 тысяч баллов. Поэтому, у любого директора, может быть больше. Опять же, что еще дает? Что еще дает? Во-первых, с личного объема, человек получает определенную премию, если он перевыполняет свой доход. Что еще дает? Не буду говорить, ладно. Во-первых, смотрите, человек получает деньги с продаж, человек получает деньги от сети, и опять же, каждый человек может участвовать, вот я уже сказал, в автомобильной программе. Плюс, ваш бизнес может развиться в другие страны. Вот это большое преимущество, которое дает, опять же, C-Parfume для каждого человека. Вот маркетинг-план, он в принципе накопительный маркетинг. И более подробно о маркетинг-плане у нас, конечно, рассказывают на определенных школах. Поэтому приходите на школы, где более тщательно можно будет рассмотреть систему запуска, потому что в этом маркетинг-плане, во-первых, он, я считаю, максимальных выплат, потому что многие компании не опускаются на такой большой процент в глубину. Этот маркетинг-план лифтообразный, потому что он действительно дает возможность подниматься все выше и выше на лифте, и этот маркетинг-план, он на самом деле преимущественный от других сетевых компаний. Поэтому здесь нужно просто учиться, здесь нужно просто стремиться, и здесь нужно дерзать и достигать больших вершин успеха. Поэтому у нас проходят школы, обучение, и наши лидеры, которые сегодня пришли именно в Сейл-Профюм, это люди в основном процентов на 90 пришли с других сетевых компаний. Значит, это здравомыслящие сетевики, которые, проанализировав маркетинг-планы многих компаний, они выбрали для себя Сейл-Профюм. Поэтому присоединяйтесь к нам, будьте с нами, и вас ждет большой успех. Спасибо всем. На этом мы заканчиваем. И сейчас у нас через минут 20, наверное, у нас будет школа по поводу быстрых денег. Как сделать быстрые деньги. Сейл-Профюм. Спасибо.